всем привет это еще одно прохождение choice life middle age пройдем мы его в этот раз попробуем за добро не за злого персонажа давайте начнем путь однажды в далеком-далеком королевстве немолодая крестьянка работала в поле ковырялась она в земле пока не нашла сосуд украшенный письменами сосуд околдавал ее своей красотой любовалась на него крестьянка крутил в руках д и разбила вскоре вы родились вы вы родились средневековье в семье крестьянина у вас 11 братьев и сестер как привлечь себе внимание давайте попробуем лежать молча вы лежали так тихо что мать не заметил вас и накрылась сеном год выдался плохим на урожай детям достается очень мало еды съесть только свою порцию вам не хватает пищи для развития ночью вы проснулись от шуршения за окном внезапно в окно просунулась морщинистая рука и стала ощупывать кровать молиться и дрожать до страхового углу либо спрятаться снова убирали давайте молиться вы стали вглядываться в темноту и поняли что это всего лишь тень от дерева вы подросли и вас отправили работать в поле вместе с другими детьми от вынуть от работы вы отправились на ярмарку проходящую проходившую в деревне на ярмарке был оживленно слева стоял стоп на который залезает с голыми руками а справа топал крестьян чего-то ждала давайте залезть на стол почти у самой шкушки вы соскальзываете вниз и ломаете шею живая душа впервые за столько лет в этом я забудший дух я очень давно здесь голос а знаешь я могу вернуть тебя к жизнь если ты мне поможешь верни мне хорошо хорошо но тогда и ты должен помочь мое тело саку мое тело сокровищницы короля помоги мне обрести его когда вернешься к жизни договорились дух ведет вас на свет вы выродили средневековье семьи крестьянина вам повезло что вы выжили но надолго ведь у вас 11 братьев и сестер попробуем лежать опять молча вас заломать чтобы покормить грудью и внимание привлекло родимое пятно формы повернутой восьмерки перевернутый вы хотите ползать по дому и попробовать все на вкус но люди не обращать на вас внимание не смотрят под нами пост нам получен изворотливый вы ловко уворачивайтесь от ног и падающих предметов как говорится хочешь жить у меня вертятся вы задумаете со своем будущем шла пора чему-то научиться научиться говорить вы вы взяли питали среди ночи и напугали суеверных родителей вы слышите как ваш отец произносит неприличное слово давайте придумаем свое ваши родители не поняли что вы сказали но признали ваш талант вы подросли уже играете с ребятней на улице играть салки играть пятки играть салки вы бегаете лучше всех и никогда не были выводящими отец поймался отправил работать в поле напахать вам страшно лень дергай за хвост титул конь хорошенько легнул обидчика ну логично если дергай за хвост то прилетит вы растянулись на сене оправляясь от удара читать глазки и спать читать глазки навык получен счет кажется вы открыли какой-то математический закон но к сожалению вам негде его записать ваша линия выскатила зашла на поле принадлежащая графа махать папу чтобы она шелла вы неохотно послушались ли вернулись поменять вас при этом зато они потревожили граф граф призвал вашего отца в поход на несколько лет без него хозяйство пришел упадок платить оброку стало нечем идти куда глаза глядят шататься по деревне вы ничего не делайте ничего не происходит удивительно вы оказались вечером у береги реки на элистых камнях двигается сгорбленной силы подойдем лишь дайте ближе вы распознали ожившего от овца и бросились бежать ваша шпина исполосла нам не уменькая все подложен другой ладно давайте ползти вы заползли за печи коснулись рукой трубы теперь ее украшаю этажок в форме перевернутой восьмерки вы хотите ползать по дому и пробовать все на вкус но люди не обращать на вас внимание не смотрят под ноги ползать то что мы ну а что давайте научиться говорить давайте повторим сушат отец яростно поколотил вас я же маленький вы подросли уже играете с ребятня на улице играть в прятки вы спрятали слишком хорошо вас нашли только через несколько дней через несколько дней в предсмертном состоянии отец поймал вас и отправил работать в поле на пахать вам страшно время про меня пухли пахали весь день перспективы работать так всю жизнь вам не понравилось работая в поле вон ты катись на подростка спрятавшегося в кустах позвать взрослых крестьяне узнали подростка мясного вора теперь его повесить ваша ленивая скотина зашла на поле и принадлежащая графу пускай гуляет суд налагает большой штраф на вашу семью отец почти разорен граф призвал вашего отца в поход на несколько лет без него хозяйство пришло упадок платить оброк стола нечего шататься по деревне вы ничего не делайте ничего удивительного вы увидели кусок веревки решили при затеревку на протеревку позже придя в то верно вы обменили веревку на еду в тот вечер вы знатно положено а вы дошли до старого трактира внутри грязная откуда из полу тьмы на вас спросите на смотрит рактивщик заказать пахли иди были кости и сено чаевых вы не может быть и речи тактищик требует денег мне нечего схватиться кажется у вас и денег да нет трактирщик зазвился походе у вас дубин вы возвращаетесь домой через лес незнамно перед вами появляется вдвое узнать что эти господа делается в поздний час вы ежливо поинтересовались кто эти господа но на вас только презрительно ухмылились человек со шрама достает кинжал направляет его на вас деньги ли достать все что есть вы опустошили карман ничего цену там конечно не чтобы эти бандиты рассчитывали чек сошел чертова нищета бросьте его в каналу встать остаться стать вы стали и в религии тебе еще повезло обычно бандиты так не церемониться и все видео что мы делать и все видео ахаха да теперь я часть тебя через деревню проезжает рыцарь стоящих доспехов проходя мимо натолкнулась грязь где он традиции за ремешок на доспехах обозвать или царем между надежными ремешок держал рыцарские поножи и теперь они были на земле над нелепым видом рыцарь смеялся деревом вы в отчаянии хотите есть и у вас нет денег просить милостыню шататься от деревни ваш город учить на судере ходя по улице вы замечать как охотиться крестянин по охотиться вместе с ним вы ничего не поймали зато кто-то сообщил о страже вас поймали и наградили 10 ударом плетей вы отправились в лес и надея в лес надеюсь найти еду есть корень и есть ягод крышки такое давай ну я должен давай ягоду вы на еле спел бруснику повезло это никакая не волчья ягода бродя по лесу вы наткнулись на притоптанную землю капнув ее руками вы обнаружите мешочек с монет помочь семье в трактир давайте помочь семье и то получим семьянин вы заплатили графу золотом вместо оброка теперь ваша семья может вдохнуть спокойно до какого-то времени а вам предложили убирать камни спали за определенную оплату давайте так и думал под одним из камней оказалась змея который вас вкусе уже что страховку еще не придумали и помнишь о нашем договоре ну да когда ты должен попасть в город вы пошли ученики кузнецу он согласился взять вас если вы пройдете воспитание выбрать теорию кузнец задает вопрос когда да нужно ковать железо пока горячо какова температура плавления железо хороший вопрос теперь вопрос по истории кто из древних богов был кузнецом верно кузнец взял вас под мастерия оказалось что другие кандидаты вообще никуда не годились так на карту следующая что такое вы отработали кузнецом верно за это время на ночи вы отработали несколько дней вы просто лежали в кровати и это пошло монополия вы обедали в трактиле когда внутрь зашел святой воин с двумя мечами за спиной местным крестьянам он не понравился есть дальше вы увидели вспышки огня сиркающий меч а один крестьянин приземлился прямо к вам на стол и рыцарь заказал полуторный меч кузнец прочего доделал 5 уверенностных знаниях и готова начать так как будто неправильно отвечать проковать долю протяженности должно быть опуститься литон все у нас хороший есть меч вы завернули свой шедевр от ткани готовы завершить заказ сказать что запороли заказ сказать кузнецом что заказ готов ну давайте то что запороли кузнец похвалил вас за честность правда меч пришлось приковать и вы остались без оплаты да что это такое два кузнецы идут на лад вам поступают заказы на оружие доспехи подковый инструмент пришлось даже наносить щитоводу работать дальше вы работаете с еще большим энтузиазмом вы зашли в трактир после тяжелого дня доказать вино вино сейчас пить безопаснее чем воду пока вы были в деревне кузнец начинал банджар кажется кузнец все еще внутри бежать но бежали внутри спасли грехнущего кузнеца правда получит значительная жаль короля прибыл гонец заказанного органе королевского войска вы с радостью согласились вы получили список оружия в нем больше сотни мечей разных видов бату днем и ночи распределить обязаны работать днем и ночью вы работали несколько суток без перерыва и в итоге спалили кузнецу это того стоило теперь вы не с чем прикольно подумать о жизни вы просидели весь день на краю деревни смотря на лес и думая жизни скоро вы заметили огоньки среди деревьев из-за кустов увидели большой костер вокруг которого плясали сатири вас опутал страх осторожно обойти вы начали обходить шабаш но хрустели ветками на весь лес и вас заметили сатиры забрали все что у вас было затем вас потащили в глубь леса не молча читать молитвы читать молитвы вы стали вспоминать молитвы против нечистой силы и промотать их себе под нос но с этим вызвали только смех сатири перед вами представят лесная колдунья ее платье изучает таинственный свет а волосы колыхаются без всякого ветка она замечает перевернутую восьмерку на вашей руке здороваться а страхово не придумал ничего лучше как сделать поклон лесная колдунья никто из смертных до видео у меня не вызывает но ты не простой смертный слушать кто ты ну кто-то мы поняли с вами колдунья слушать вызвали вы не слушаете я отпущу тебя и даже помогу но сперва ты должен заглянуть в омут заглянуть вы подошли комнату и заглянули внутрь вы видите деревню свой дом детей на поле и трактир похоже на прошу море дальше теперь увидите город в огне а деревне остались торчать обгорелые трубы вокруг которых черти водит хроровод смотреть дальше большим вот ничего не показываю теперь ты можешь идти и знать больше ты сам должен все понять когда придет время после сов колдунья прибежали гогочущие сатиры и один преподнес вам ключ забрать ключ дает бери бит беги пол мне в каналах полно опасностей чтобы выйти оттуда живым повернить только трижды направо налево а потом снова направо направо налево на пару ладно поблагодарить вы по хотели поблагодарить колдунью но сатиры потащили вас в лес а потом разбежались направо налево направо через несколько часов буждающего заметил что деревни стали расти реже что деревья стали расти реже отдохнуть вы сделали привал заснули когда вы очнулись вам показалось что все это был сон правда ключ все еще был при вас вы вышли из леса перед вами была городская стена недалеко темнела решетка ведущий источный канал вы запомнили где находится вход канал и пошли в деревню запах его крестьяне собрались центре деревни галашат и объявляют о грядущей войне не обращать внимание вы решили чтобы в тени ничего не решить и отправились отдыхать подошли к решетку канала в творилище больше творили ее большим ключом перед вами несколько проход хоть и направо вверну направо и прошли весь дальше по туннелю вы прошли по известному каналу наткнувшись на пару крыс и перед вами снова развилка налево проход был относительно чисто вы спокойно прошли еще сотни метров скоро вас стало тошнить от сахарада но впереди оказалось очередной развилку пойти направо проход был чистый вы продолжили путь бедняк вы преодолели еще 100 метров увидели свет конца там открыть вторую решетку вы оказались в городе правда лохмоть их без гроша в кармане вы оказались в трущобах города на улице почти никого кроме пара попрошайку стену присядьте вы присмотрели вы пристроились рядом с нищими заснули во сне вас покусали головы голос и попал в город да еще и через каналы это достойно похвалы осталось только попасть замок там ты найдешь мое тело и выполнишь угол как мне это сделать знатным горожанам разрешено посещать замок попробую выбиться в люди вам подбежала собака странного вида начал кусать вас до ногу смысле вам подбежала странного вида отбиваться ну понятно вы отбросили пса который принадлежал знатной горожанке стража вас наказал нищие из подворотни предлагают вам подзаработать согласиться еще оказался зломщиков вы согласились на ограбление пришли к дорогому дому и дождались темноты ваш напарник начал взломать замок на двери ждать вы стояли на стреме пока зломщик делал свое дело зломщик поднимайся на второй этаж и кидай мне все добро из окна а я буду ловить хорошо мы пошли внутрь выбираясь по кнопку на цыпчат вы заметили на столе книгу на забрать и для этой книги получше вы засунули книгу за пазуху и вдруг услышали старческий голос вы услышали голос старика он зовет свою дочь пробираться тише вы промолчали тихонько поднялись наверх вы скидывали в окно серебряное утро как вдруг на улице казалось транзорщик начал удирать спуститься куда пришли по окну нет сейчас опять у нас одно здоровье спуститься куда вы вышли через дверь это заметил один из стражников 1 создавая убежали по узким лучшим города пока не слышали пускай голос уже дальше вы сбежали в темный переулку провели ночь там вы с опаской идете по улице и доходите до портовой части здесь здесь распорядитель кулачных боев предлагает родиться за славу и деньги согласится распорядителя хлопают вас по плечу скоро начнется шоу начинается как бой ваш противограме ул обойти вы обошли противника реагирует он медленно овощи еще нога что будете делать бегать вы стали бегать вокруг партии пока у него не закружилась гола громилов не смог стоять на ногах вы победили громилов а толпа скандине скандирует вам завтра предстоит следующий бой отдыхать выпили пиво в местной таверне снег и перестали падать остался следующий день а значит временного боя на арену выходит хитрец владимир напугать вы стали изображать разные удары так как будто вы их умеете делать но владимир это не произвело впечатление обвину владимир сделал сальто и выкрикнул что-то воинство воинственное повалить вы боролись на песке в течение часа и 30 владимир повержен табло в восторге от вас завтра предстоит последний бой отдыхать всю ночь вы путили порту и не смогли отдыхать а зачем зачем я пути последний день и финальный бой на ринг выходит красавчик 300 светлые волосы триста на развиваются на ветру а мускулы блестят на солнце дернуть за волосы выдернуть 300 за волосы это нечестно 300 готов биться дальше кажется он ни капли не устал сказать комплимент с такой внешностью тебе лучше быть моделью сказали вы 300 подумал сдался дафон победу спасибо вы празднуете в трактире для для знать и вскоре вы решили не терять время и обзавестись полезными знакомствами познакомиться с артистом познакомиться с монахом монах шепту на что скрипторе требуя шепнул что в скриптории требуется помощник на следующий день вы отправились туда на входе скрипторе вас встречает монах знакомы с вашей рекомендации приступить к работе решили тянут кота за хвост монах знакомит вас скрипторе им здесь полно рукописи и книг на самые разные темы среди прочего замечаете большую основную книгу часть вы видите только какие-то закорючки стоило научиться читать смысле а где учиться на следующий день вы приступаете к работе монах просит у вас достать 11 дом истории западного королевства достать это достать этот дом достать вот это тут 11 написано вы считаете что это одиннадцатый дом вы пытаетесь разгадать на каком египетском папирусе говорится в жертву наши ну наверно это верно вас научили писать и уже через месяц вам доверие переписывается книгу по ботанике смысле я переписываю книгу в ботанике но я не умею читать название одного из растений стерлась фарфа вы угадали вас вы было плавали фарфара вас отправлены виноградники для помощи сборе выражает давите наград зачем давить шубина сделать сейчас собирали наград вы собрали три корзины награды пока у вас не случился солнечный удар монахи прикатили скрипторе бочек свином предназначен для короля вас поставили и охране охранять вы исправно охраняли бочку и скоро я забрал королевская стража вы сидели скрипторе до полночи вдруг вы замечаете как окно ползает бес кажется собирается устроить пожар прогнать драка с весом далась вам тяжело зато он не успел устроить бежу осмотреться за ногу это было к вам подбежала собака странного вида начал кусать вас за ногу похвалить вы сделали вид что вам не больно и высвободили ободранную ногу не счесть под воротом предлагает вам подзаработать но сейчас он не опять кинет казаться выполнил что дело нечистое и отказались вы встречаете про разных бродящих музыкант дать нескольку мне монетку не монетку кути с музыкантом весь остаток дня вы веселились музыка вроде бы утвержден когда внезапно нагрянула стража приказа короля они отловлю подозрительных людняков противляции вы в тюремной камере у вас есть только жалкое подобие кровати и кружка для воды давайте новую песню пели пока кто-то из дальней камеры не просил заткнуться вы сидите уже несколько суток и ничего не происходит поднять кровать на получен 7 вы подняли кровать несколько раз и поняли что так можно стать сильнее вы делали то про же несколько недель приду вы проснулись открыт живут до скрежетов у камеры присушиться вы приложили к полу слышали как кто-то копает выключенный соседней камеры копает под вами проход помогать копать используя кружку вместо лопат вы смогли прокопать проход откоп ввел в туннель под городом выбросший с него заключенный бросился бежать бежать обратно впереди показался выход на поверхность вы выскочили побежали прочь побежали по узким мучкам города пока не услышали бесклявый голос сбежать дальше мы сбежали в тему трюх провели на счета а ну драки опять обойти убегать победили отдохнуть перехитрить хитреца удар с разбега победили отдыхать при пройтись по городу вы решили привести привести дух пройдясь по городу вы видите как гражданин теряет весит кэшэр вернуть гражданин поразил вашу честность он гостил вас медовух спасибо отковать 300 легко вернулся от вашей атаки 300 готов биться но сказать комплимент конечно вы празднуете давайте так с монахами как и было приступить к работе а честь у нас не получится идти дальше до следующем пусть он просит вас достать одиннадцатый тон жертв приношениях это вот этот пара давить на виноград то вы прыгнули в бадью с виноградом с грязной ногой старше монах поркутил пальцем виска и указал на виска там стоял рядом а монахи пик он еще монахи не наказали как ним монахи прикатили давайте попробуем вино оказалось испорчено монахи богатан чтобы это обнаружено вы сидели скрипторе и так поры огнать его вы прогнали без силы у меня спер устроить прожать даже не потратили здоровье идем дальше вас обучили грамоте и теперь вы помощник монаха советника в ваших обязанностях входит переписывание указов хранения книг и посещения совещания пока у вас есть свободное время гулять по замку вы гуляли по длинному коридору замка пока на вас не накатила дремонка поздравляю своим трудом ты добился расположение попал замок это достойно уважения спасибо вот и вернули ким 08 теперь ты можешь а теперь ты должен помочь я чувствую мое тело совсем ряд дождись когда в замке будет меньше всего людей когда попасть сокровищницу будет просто понял вы глупнили что-то во сне когда вас разбудил монах советником приказал следовать за ним вы присутствуете на совете здесь король советники обсуждает самое важное дело в королевстве слушать советников налог получен красноречий вы с увлечением слушали речи образованных людей и вскоре сами стали лучше излагать свои мысли сегодня у вас подняли рано утром монах советник спешит на встречу с королем собраться упреждали за монаха прихватив первый пергамент после совещания монах советник покидает замок через день вам сообщили что бунтующие крестьяне расправились советниками его обязанности перешли к вам подробности говорят монах обрякнул крестьянам что не урожать случился из-за их грехов ночью того же дня он попал под горячую руку плодающих замок прибыл почетную гостью и закаленный крестьянский коренастый воин вам не хотим его приветствовать заряжу так и принято встречать воинов кто засунули уважение вы приступили к обязанности советник теперь в вашем распоряжении целый кабинет с книжной полкой смотри кабинет вам попалась книга победа добра первая часть разделения принялись читать злахнул фэкскалибром первый король разрубил демона 3 3 части ибо ни одно оружие более не способна победить его читать дальше наше было перечисление создателей вы ничего не поняли отправились на сами то есть мы научились читать все замечательно на совет пожаловали мастера ремесленки вам демонстрируют новое изображение новое изобретение черный порох коробято ваше мнение черный порох но вообще конечно это все-таки оружие с одной стороны это не хорошо ну а с другой наука наградить мастером вы увидели потенциал в этом изобретении предложили наградить мастеров золота в городе вспышка чумы похожие распоряжение портовой крысы король ждет ваша мнения заставить всех сидеть дома гаража недовольны что не могут работать перед вами карта королевства вы можете заключить союз с северянами или южанами король ждет все вы скажете а в чем разница но карта где а северянина союз северянина усилен торговые военные связи между вашими королевствами ситом по-по-по-визице вы усердно трудились несколько дней подряд теперь можно отдохнуть замечательно вы отправились на пир пора освободить голову от государственных демок на заданном обеде вы встретились с головой тюрьмы он утверждает что вы похожи на беговую заключенную приснуть ему вина вы обознались вы должно быть обознались как заключенным оказался замки королевский совет собирается у нас идти во мной предстоит разбираться делом шагист крестьян недоволен налогом на грибы и ягоды введенную месяц назад пускай платит вернуть как было гениальный политик крестьян народа больше чем раньше военный советник обеспокоен армиями на границе королевства посоветовал посылать армию посовет послать парламентёров парламентёры узнали что готовится что готовится поход на соседние королевства ваша служба королевство приносит свой подвлады и вам позволен создать собственный герб темно-синий щит а у щит ну давайте темно-темно-синий мы добрые темно-синий щит ваш герб будет на темно-синий щит какой будет рисунок лук типа золи в те по благородным давайте лев на вашей гербе будет красоваться ли выбить окантов герба шубы розы цветы цветы рисунок герба окружает цветы это надо теперь у вас есть собственный герб праздник типа паучин давай вы отправились первое все говорим что все чур вы с королевской свитой отправились на охоту охотиться подали от остальных охотиться вместе с семь сложно охотиться когда вокруг топа людей вы вернулись без добычи ночью близ вашей комнаты был пойман зломщик просить вы отправились в темницу вы спустились в темницу стража оставил вас один на один со зломщик надавить зломщик не рассказал с подавления ничего не добились король объявил военном походе на южный королевство а большую часть воинов он выдвинутся на рассвете замок почти опустел погнали осталось время проникнуть сокровищницу покинул вы пропали листья в час за где раньше почти не были вы знаете что слева проход королевского хоя справа неизвестный вы убедились выраживший покинул пробрались а значит дальше вы убедили страшненько что идете в покое по воле короля в мастер убеждения при детей двери 1 бита золотом и орнаметрами другие подальше простая и деревянная давайте войти в деревянную дверь дверь поддалась вы оказались и на погребке короля за бочками виднелась небольшая дверца осмотреть дверцу дверца была половина человеческого роста и два заметка выбрали на вы пролезли в небольшой прямой туннель вы доползли на четвереньках да еще одна дверь к счастью она оказалась открыт вы в покое кровя все вокруг крашен дорогими тканями золотом и картинами вам бы так жить осмотреть стены осмотреть пол под коврами шну и шкурами каменный пол без каких-либо следов прохода ну значите за заодно из картину и нащупали вертикальный ущелье из которой сквозил холодный воздух вы толкнули стены она поддалась открыв проход в туннель вперед вытянув пакет вперед вы направились мы вы спустились по спиральному туннеле прошло уже полчаса ступеньки все еще не кончается идти дальше вы спускайтесь еще полчаса час вот это я понимаю вы чувствуете тяжело вы чувствуете тяжелый дыхание перетянуть голову поднять выйти большое каменное лицо и кто такой я король высок если так то шевеливаешься ты должна знать пускай карман вы ничего не нашли обычный человек должен изгадать три загадки чтобы пройти с уши внимательно начать вы согласились что еще что еще делать у меня меня есть сосуд круглый к груш и середине влажный часто случается что оттуда вода стекает глаз правильно осталось еще ли я мягкий как шерсть как прессе если меня скучить я как лягушку воде я расту водой наполняюсь губка правильно остался последний загадок я солнце сестра хоть и сделано для ночи огонь заставляет мои слезы западать свечи верно дверь медленно отворилась и влашли внутри сокровищница следующего вы в центре небольшой круглой комнаты посуды расставлен с ментоги золотом драгоценности в центре комнаты расположен алтарь с прозрачным сосудом идти в центре вы направились в центре комнаты похоже это главное сокровище здесь разбей сосуд верни мое тело и твой долг будет исполнен не разбил сосуд лопнул ваших руках вы есть край над осколками сгущается фиолетовый туман а из вашей груди вырвалась материя того же цвета и объединился содержимое сосудом перед вами закружился вихрь и хребрил форму человеку потом появились крылья и рога как приятно снова иметь свое тело спасибо для полного счастья осталось совсем чуть-чуть вернуть свою силу при одеться и уничтожить королевство и со мной смерть демона что нет нет что никогда демонов не каждый твой выбор вел тебя сюда тебе остается лишь повиноваться и идти со мной до конца нет у меня есть выбор выбор лишь иллюзия все пути предопределены сокровищницу убегает король не трогать его демон захватывает украшенный меч со стойки пронзает короля все приходится делать самому ты помог мне вернуть тело награду и проживешь еще несколько дней но не вздумай стать у меня на пути на этом демон бежал преследовать демона королем я не успел это были его последние слова сквозь сокровищницу ворвалась стража даже пытается вас арестовать сдаться действительно шансов убежать мало вас схватили бросили в тюрьму обиду эти решетки думать о жизни правильный шок ващупали петли надзирать еще вот из попытков это казалось ваш камень посещать принц и требуется сказать как все просто как все произошло на рассказать вы рассказали свою историю от рождения до этого момента достаточно и действительно думал что я поверил эти сказки пора заканчивать церемониться с тобой принять судьбу вас велик висит за город вас ведут через город вы видите как ополыхает скрипторе и слышите крик над вашей головой зашла кровавая луна подслужив стражников что произошло в город вместо ответа стражнику драйвит от живот вы не мусориста мы не разговариваемся ясно давайте разбить наблюдать иди мы что нет что нет нет у меня есть выбор не трогать расследовать демона вы бежали вверх по лестнице но встретили только стражу сдастся шансов бежать мало вас хватили просили в тюрьму чему привел к чему привели вас вашего при стоило ли это ваш камеру превращает принципе то сказать как все прошло молчать принц если будешь молчать тебе сейчас же вздернут за убийство короля ваш камеру посещает принципе смысле то есть если я дальше молчать буду еще так куда то есть все-таки меня вовы ванна надо знаем разбить сосуд дать было вместе выбор трогать королю успел сдаться думать о жизни рассказать принять судьбу подсушить стражников слышали все только и говоря что правоурочество исполнилось судно и ночь наступила вас привели к весенце палач накинул вам петлю на шею а принц со стражей наблюдал за происходящим похоже вашему приключению подошел конец последний сон вы решаете сказать что лучше и произнести последнюю речь решили произнести последний сон ругать принца плакать обругать принцип вы злобно поносите пока плач не бьет вас тупой стороной это пара люк под вашими ногами открылся на место падения вы подлетели вперед а петля на вашей боролась обернулась раз обнажил мечей направила внимание на лес среди деревьев возникло освещение вашей спасительной казалось лесной колдун короля убили демон заключенный был лишь инструментом его руках сейчас дем главная угроза твоему королевство наблюдать в чудом избежали смерти и могли только завооруженно наблюдать за происходящим принц создал срочный совет в ближайшем доме на совете собрались вы колдунья и командиры гарнизона принц требует вас рассказать свою историю историю еще раз вы рассказали как слышали голос который обманывание у вас сокровищницу королева лесная колдунья все сходится этот демон из пророчества когда-то давно его разум поселился в тебе а сейчас он обрет тело для своей финальной формы ему не хватает обрести лишь свою силу нужно убить демона то что делал демон еще не обрел силу шанс справиться с ним пока есть все говорит о том что правда на твоей стороне и свободен но я прошу тебя помочь отыскать демона и справиться с отказаться согласиться согласиться предмет получен меч вам вернули вашу одежду и дали оружие вместе с принцем и колдунью вы обыскали город вдоль и поперек однако осталось еще одно место сквеченный отколоченный чумной дно колдунья провела магическую проверку внутри дома скорая в полу открылся потайной проход вас поджидала засада бесов приспешников демонов по убитую вы заметили что принц окружили и ему грозит смех бить принца спасти спасти принца вы спасли принца от неуменном и гибели его отношение к вам улучшилось бой продолжался пока без они избавили натиска не раздвижаются демона среди убитых не казалось опускать лоб вы наткнулись на магическую лучшую ты спас меня и доказал свой предок сейчас сложенное время им не нужны такие командиры как ты веряя отряд воинов под твоя команда выбрать учеников выбрать мечников мне дали меч учеников знамя учеников вы взяли под командную отдашь учеников защитникам города нужна помощь в обороне помочь вы помогли в возведении укрепления из дерева и отведали солдатской кухне принцы докладывают деревне захвачена до бесов обсудить план деревню обсуждать дальнейшее действие дозорный врывается в комнаты просят всех взглянуть на горизонт из глубины леса с городской стеной ворвался розоватый столб света вас окликнул колдун демон обрел полную силу не королевство сочтены принц приказал закрыть ворота и приготовиться к осаде города принц созвал совет что нам делать мы будем сражаться что нам делать упростительно уставились на колдунь что теперь делать остался лишь один способ справиться с демоном так же как это произошло тысячу лет назад поразить демона экскалибром и заточить его сущности в три сосуда лесная колдунь продолжает рассказ эскалибур был захоронен вместе с первым королем по легенде его гробница в основании города а сосуды из чистого хрусталя могут быть только у алхимиков ну мы сильные и давайте искать экскалибр мы отправились на войске экскалибра уже шпаки у нас спустились точный канал под гордин если где-то искать код гробниц то это здесь идти надо вы наткнулись на толпу бесов длинные луки оказались неэффективны в узких каком бы в бой воду содержал вскоре вы снова оказались в развилке и идти налево кроме зловония вам ничего не было мешало и пошли вперед перед вами стена с изысканными фресками изображающими битву добра и зла в боку есть надпись и шесть кнопок вы нажали на кнопку и за отверстие полу пошел красный и и и Думать о жизни, рассказать, принять судьбу, прослушать стражников, последнее слово, оплакать, вы заревели Кристаллик наносится, наблюдать, рассказать, что делать, согласиться, спасти принца, говорить с принцем, выбрать учников, возьмем еще раз помочь, обсудить план в деревню, мы собрались отряд для похода, до зоны угрозы, так, это было, лес наблюдать, что нам делать, слушать, давайте пойдем к сосуду, отправились к дому алхимику, мы пришли к дому алхимика, когда человек отворил дверь и посмотрел на вас подозрением, алхимик, меня недавно обокрали, теперь я не ебшаю с кем попал, добраться, узнать свое, иметь дело я буду только с интеллигентом, ответившим на три вопроса, тогда и поговорим, если я растворю один килограмм тролю его жира в девяти литрах воды., какой будет концентрация полученного раствора? если я растворю один килограмм тролли его жира в 9 литрах воды какой будет концентрации полученную 19 алхимик обозовалась невежды хоп на перед вами остается только забрать склянки вот и блин один 10 действительно неправильно ваш отряд готов что мало дома алхимика теперь снова когда вы вылезли в окно вас окутал густым туманом и вы не помните когда кончился бой при кустами сосуда у вас пора узнать как успехи у принца вернуться вернулись к принцу вы слышите голос с переулка присмотревшую свою деятельность ранее в атаку вы не поверили его не поверили и приказали атаковать что им оказался удобно принц созвал последний сайт вы собрали все для ритуала с тащением теперь следует обсудить как я могу быть достойным королем если не сделал это сам делась дозорный дозорный докладывают что времени уже нет ордобеса пробила главные ворота застала вас раскох необходимо организовать оборону на прибытии вас основных сил сложить это по центру расположить отряд на пришли даму конечно кружишь лучники заняли лучшие позиции для обстрела девушки ходу подоспех гордец и ревнулись на бой с бесом демона все еще не видно ждать вы выжидаете момент среди нескончаемой толпы бесов появился демон он вырос до высоты трех метров и раскидывал гвардейцев размашистыми ударами принц бахнул скалибром и кинулся в бой вы заметили как принц оглушил демоны в этот момент раскидали три сосуда вокруг колдунья начала читать заклинание на древнем языке бесы вокруг шелом на нас наявились тело демона начал распадаться превращаясь в путь закрыть сосуд вы закупорили наполнившиеся сосуды один за другим закрыв последний вы упали без сил мы проснулись в замке в комнате для гостей прошла неделя после ночной битвы с демоном сегодня постоит карнация принца кранацию вы отправились в тронный зал собрались все знатные граждане и даже простой люд вы с колдунью стоите первом ряду и наблюдаете за церемонией кранации внезапно принц подозвал вас к себе принц призвал всех собравшихся поблагодарить вас за подвиги перед королевством горожане поклонились колен перед вами преклонили и теперь его герой не герой герой все вот герой итак были на канале вот понтик подписывайтесь пишите комментарии приходите к нам ждем вас как в